Что касается политического проекта, мне вообще по сути не нравится слово проект. Проект это как обман, как искусственно. Я человек с народа. У меня трудовая книжка, Верховный Радик, колхозника. Я начал твой трудовой путь с колхозника электриком работал. Я такой, как Лукашенко. И для меня главное не политический проект, а вести и показывать другой путь, другую дорогу всему народу Украины. Да, пусть сейчас меня многие не любят, хейтелят, ботов насылают. Но поверьте мне, придет время, они поймут, что я говорю правду. Из другого пути у нас, для того, чтобы у нас стабилизировалась жизнь, нормальная была жизнь, чтобы люди не уезжали с этой страны, а действительно хотели здесь жить, то этот путь не тот, который начал Петр Алексеевич, а подложил Владимир Александрович и вся наша Соросятинская фракция. Это не тот путь. Наш путь самостоятельная Украина, которая должна не слушать ни Россию, ни Америку тем более, ни какой-нибудь Европейский Союз, мы должны быть самодостаточными, сильными и прагматичными. И помириться со всеми своими соседями. Я за это выступал и буду выступать. Но это не значит, что мы должны лечь под Беларусь или под Россию. Нет. Я говорю о том, чтобы мы стали наконец-то сильными. Потому что считаются только сильными. И поверьте мне, то, что делал Лукашенко с самолетом этим, это только усилило Беларусь. В лице мирового сообщества. Чтобы Украина так поднималась, я хотел бы. Почему вы обрадовались своему исключению из фракции? Почему вы не вышли из фракции самостоятельно? У вас были такие инструменты. Вы даже вот эта история с сбором голосов за свою отставку. Но при этом вы хотите, то хотели, то не хотели. Смотрите, ну вы же сейчас об этом спрашиваете меня. Ну, поэтому... Это делали для хайпа. Ну, вы же понимаете, политики это всегда определенные манипуляции. И журналисты, и политики, и мы, конечно, друг от друга зависим. Правильно? Как внутри себя? Как давно вы приняли решение, что вы будете покидать фракцию? Когда я понял, что фракция пошла не по тому курсу, о котором она говорила на выборах. Вернее, о том курсе, который я говорил. Не фракция. Фракция там себе написала что-то непонятное, никто не читал. А про то, что говорил Зеленский. Фракция пошла в противоположную сторону, предав своего избирателя. Вот тогда я это понял. Продолжение следует...